здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также уэб зрителей этот видеообзор посвящен расселённому аулу мукаш нововаршавского муниципального района омской области приятного вам просмотра прослушайте продолжение произведения мухтара ауэзова путь абая в тот же вечер они прибыли в аул кунке старшей жены кунанбая где жил ее внук амир он поставил уже для них отдельную юрту снова всю ночь звенела дамбра и раздавались песни после вчерашнего угощения биржан и абай как всегда разговорились и беседа их длилась до рассвета абай всегда считал что песня самая высокая и прекрасная что только может создать человек эта мысль волновала его и как-то летом слушая биржана он выразил ее в стихах начинавшихся словами песня союз напева и слов ею пленилась душа моя думы рождает певучий зов песню пойми и люби как я теперь он прочел эти стихи биржану тот и раньше восхищался глубиной остротой мысли абая но стихи раскрыли перед ним новое душевное богатство друга поэтическое дарование абайжан вырвалось у него ты всегда говоришь что мои песни породили в тебе многого хорошего но ты сам открыл нам певцам сокровищницу которую мы несли не ценя ее теперь путь мой освещен тобою до конца моих дней наши стремления одни и те же возразил абай в этом стремлении одни достигнут большего другие меньшего ответил биржан но на прощание я скажу тебе только одно лишь через тебя я впервые понял всю великую силу песни и слова ты говоришь что я много тебе дал а я бы хотел чтобы ты знал сколько ты дал мне как одарить меня на прощание биржан летом часто рассказала баю о знаменитых ораторах биях прославившихся певцах и мудрых акинах средней орды из аргина наймана кирея и уака сейчас абай вспомнил об них и об их великом наследии биржан ага сказал он пока жизнь горит в нас мы должны служить искусству но лишь тому которая правдива высоко и которая зовет вперед вероятно мы обрекаем себя на одиночество нас будет немного но мы не должны забывать что между добром и злом всегда шла борьба два вдохновенных сердца поняли друг друга разве своей песни биржан не боролся с самодурством и злобностью жан-баты и ознобая гости легли поздно когда они проснулись был почти полдень они не хотели задерживаться и сразу после чая стали собираться в путь лошади уже давно были оседланы все друзья биржана во главе с абая вышли проводить уезжавших сарим сев на коня биржан ласково обратился к молодым певцам спойте мне жерма без начни ты амир ауми тэй и айгирин подхватят пусть эта песня и будет нашим прощанием милые мои младшие братья просьба звучала необычно но убедительно это была просьба истинного сарим прощальный привет а клин а абай так и понял его слова молодежь не заставила себя упрашивать все трое запели тотчас же биржан сидя в седле слушал их с нескрываемым удовольствием слегка прищурив глаза и чуть заметно улыбаясь вдруг быстрым движением руки он остановил их сдвинув на затылок свою бобровую шапку с зеленым бархатным верхом и склонившись коняк молодежи он запел сам это было никому неизвестна еще песня но припев ее объяснял все прощайте юные друзья здесь с вами юным стал и я уеду в далекие края уйдет и молодость моя на этих словах голос его дрогнул он изменился в лице и тронул коня абай и его друзья стояли застыв от удивления певец удалялся не прерывая песни посвященной остающимся абай понял 1 новая песня биржана она родилась здесь сейчас это его прощание с нами настоящее внезапное вдохновение певца и он продолжал прислушиваться а мир бросился коню крикнув догоню и выучу разве можно чтобы она пропала он помчался вслед за путниками и поехал вместе с ними биржан все не прерывал свои песни его голос далеко разносился по степи абай с друзьями продолжали стоять и слушать песня не смолкала снова донеся припев уйду в далекие края уйдет и молодость моя путники удалялись вот они поднялись на бугор а песни биржана все еще ясно слышалось сопровождающим отсюда до них целый козы кож а песню все еще слышно восхищенно сказал гербов вот это голос еще минутой всадники скрылись с песней за бугром а мир попрощался с ними на его грибне и погнал коня обратно абай с друзьями дождались его не уходя от юрты а мир знал уже песню наизусть подъезжая он начал ее припев прощайте юные друзья здесь с вами юным стал и я а как он назвал эту песню спросила умитей а мир смутился какие не догадался спросить а ирбол только что придумали название сказал абай идя к юрте он говорит что песня слышно на расстоянии козы кош вряд ли биржан успел как-нибудь назвать ее так пусть она так и называется козы кош у юрты к ним подошла байбеше кунке опираясь на большую резную палку вся молодежь с почтительным приветствием повернулась к ней айгерим встретила ее обычным низким поклоном снохи перед свекровью но кунки не отвечая на салем молодежи обратилась кабаю абай свет мой что ты делаешь какой пример подаешь хоть раз ты видел чтобы наш аул провожал гостя с таким почетом кого ты возносишь кого ставишь выше нас добро бы так поступил ветреный мальчишка вроде амира а ты а я-то полагалась на тебя свет мой абай вспыхнула досады но быстро овладел собой а по вы хотите чтобы в ауле была мертвая тишина вы уверены что в этом и заключается высшее приличие но такого приличия добиться легко его найдешь везде а такие песни нигде и асм усмехнувшись он повернулся к молодежи ярбол и амир давясь от смеха повторяли за ним приличия найдешь везде а песню нигде кунки всю передернул от возмущения бросив презрительный взгляд на бая она резко отвернулась от него и пошла к себе теперь а мир не сдерживал смеха вот это рывок абаяга одной рукой ты перекинул ее через плечо айгерим и умитей не выдержав фыркнули и смутившись убежали за молодую юрту но неугомонный озорник продолжал глядя вслед бабушки жить не дает если амир запел значит и отвер отступился и он снова залился неудержимым смехом вскоре после отъезда биржана все табыкты всколыхнула неожиданно вспыхнувшая распря стоял конец лета когда спускаясь летних стоянок предгорья аулы дружественных родов кочевавшие с весны бок о бок начинают расходиться в разные стороны в такое время конокрады из соседних родов учащают ночные набеги дня не проходит чтобы по улам не пронеслась тревога угнали напали в эти неспокойные дни осмотрительные хозяева не отпускает табуны далеко от стоянок и жигитин нисходя с коней оберегая косяги а был газы сын караши ловкий и смелый жигит тоже выехал в ночное в помощь табунщикам перегонявшим табуны жигитеков к соседнему урочищу коршигалы вместе с ним поехал и орал бай не за тем чтобы охранять коней своего отца каумена которых у того было совсем немного а просто для того чтобы рассеяться и уйти от своих тяжелых мыслей а булгазы ехал на выхоленном резвом коне держа березовый сайл поперек седла он распахнул от вороты легкого серого чапана и яркий лунный свет освещал белую рубаху на его широкой груди загнув ухо ты мака и изредка сплевывая в сторону он слушал орал бая поглядывая на табун двигавшийся неподалеку выезжая из аула орал бай не думал куда и зачем едет он просто не мог оставаться на месте его гнали думы наполнявшие его бессонные ночи и безрадостные дни жигит похудел и осунулся блуждая в тумане неразрешимых сомнений мечта его сверкнула падающей звездой и теперь как-то звезда гасла конечно гасла сердце каримбалы вспыхнула для него неудержимым пламенем в тот счастливый вечер а полив его но это был один только вечер завтра он должен был потерять ее навсегда уже едет за нею жених из рода каракисек значит остается обнимать только свое безутешное горе и оплакивать разлуку с любимой если в мире что-нибудь что помешало бы это разлуке есть ли надежда продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видеообзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы